Перед отчетным выступлением руководства и должностных лиц возле государственной филармонии Кузбасса развернулась настоящая станция МЧС. Собрались все подразделения этой мощной структуры. Среди них как областные, так и федеральные. Все в боевой готовности ожидают главного гостя начальника Сибирского регионального центра МЧС России Владимира Светельского. А пока он подъезжает, одни сотрудники выставляют современное оборудование, другие хвастаются подопечными. Знакомьтесь, опытный сотрудник кинологической и поисково-спасательной службы, любимица по прозвищу Пуля. Людмила работает с ней уже несколько лет, сбилась со счета, скольких людей удалось спасти благодаря собачьей чуткости. Вот и сейчас, не дает хозяйке и слова сказать, тщательно исследует микрофон. Так как работает нов собаки, не работает ни одно оборудование. Основные собаки подготовлены на поиск людей именно обыском местности. Данная собака последует. А вот этим людям хочется выразить отдельную благодарность, ведь они добровольцы. Даже в шутку называют себя чипами и дейлами. В любую минуту готовы помочь. Может возникнуть такая ситуация, что заветим пожар, можем помочь людям. Вот поэтому на добровольных основаниях мы вступили в эту должность. А вот этого поворота событий уж точно никто не ожидал. Лошади на площадке. Они надежные сотрудники поисково-спасательной службы. Кто бы мог подумать, когда собака в поисках человека устает, то на помощь ей приходят лошади. Вот живой пример тому. И между прочим, это единственный опыт в России. А вот и долгожданный гость. Местные сотрудники тут же организовали Владимиру Николаевичу экскурсию. Довольный увиденным, генерал-майор спешит услышать итоги года и поздравить органы местного самоуправления, службы и спасательные подразделения. Ведь так совпало, что совсем скоро, 27 декабря, День спасателя в России. Для меня главный итог, что спасатели пожарные Кузбасса, они победили в беду. Победили в пожарах, победили в воду, то есть снизили безопасность людей на воде. Количество погибших снизилось, количество происшествий с маломерными седами снизилось, снизилось количество чрезвычайных ситуаций с 6 до 1, снизилось количество погибших на них людей. То есть вот результат работы. Это показатель. То есть жизнь Кузбасса стала безопаснее. Всех этих людей объединяет одно – желание помочь. И правильно сказал Владимир Николаевич, дай бог, чтобы работы не только в празднике, но и всегда было меньше. На вопрос, а что, если вдруг придет беда, Владимир Николаевич не растерялся. Все готовы, и люди готовы, и техник готов, спасатели, даже лошади и собаки готовы. Вы все это видели. Так что не переживайте, все будет хорошо. И пусть эти слова будут пророчеством. Оксана Фулина, Константин Червяков. Новости моего города.